Я вспомнил такой фильм, может быть, я забыл точно, как он называется, про одну польскую семью, которая вдруг обнаружила, что они евреи, помните? Нет? Это из современных таких польских фильмов, и ситуация там такого плана, о том, что есть польская семья, они страшно националисты, именно поляки такие, эй-эй-эй, польска там, и все такое. И, значит, даже антисмиты, вот у них сосед еврей, они всячески пытаются его унизить там и так далее. И в какой-то момент с главой этой семьи, с отцом, встречается адвокат и говорит, вы знаете, такое удивительное дело, говорит, в Америке умер дядя, дядя еврей, очень богатый, просто до отвращения, как говорится, богатый, отвратительно богатый человек. И оказалось, что вы единственный наследник всего богатства. И показывают ему однозначные документы о том, что именно он еврей. И там показана вот эта внутренняя трагедия этого антисемита, потому что он просто потрясен. А его сын, он тоже такой, знаете, просто ненормальный в сторону евреев. И вот, когда они выяснили, сидят они такие на кухне, знаете, и что там, значит, какая ситуация. Адвокат говорит, послушайте, денег очень много, но есть одно условие, которое поставил ваш родственник. В определенный момент приедут поверенные лица оттуда, с той стороны, и они посмотрят, ведете ли вы еврейский образ жизни. И он говорит, я, да я типа там, ну вот, в этих евреях, он их искренне ненавидит. Но потом он сидит такой с женой на кухне и говорит, ты понимаешь, в чем беда, говорит? Ненавижу я их, люблю я их, покажу я еврейский образ жизни, не покажу, говорит, я еврей. Еврей. Понимаете, да? Вот. А сын говорит, как это и что? Говорит, я наполовину еврей. Мама говорит, я тебе не открыла, боялась сказать. Говорит, ты стопроцентный еврей. Вот, да. И там такая драма, знаете, именно еврейская драма, когда они учатся вместе с соседской семьей праздновать Песох, там во всех традициях, потому что приедет эта комиссия смотреть на никакие не евреи, знаете. Ой. Поэтому, ну, должен вспомнить, как называется фильм, да? Это будет секрет. Вот теперь я вам сюжет рассказал, и вы должны теперь узнать. Итак, Бог есть добрый. Иногда Бог устраивает вот такие вот чудеса. Иногда Бог смеется над тем, кто смеется над ним, правда? Но, вы знаете, эта неделя, как я уже немного говорил, она очень сильно коснулась меня во многих моментах размышления вообще о Божьем сердце и о судьбе человека, о судьбе человечества. И вы знаете, когда я открываю Библию, я хочу увидеть в ней вот это вот сердце Бога. Мне очень понравилось, недавно я прочитал такую штуку, один верующий человек, он говорит, иногда мы смотрим на Бога, на то, что Он делает, как ученые рассматривают картину Монализы. Вот знаете, они берут ее, фотографируют, супер какой-то анализ проводят, а потом начинается, смотри, верхняя как бы бровь у нее чуть-чуть ниже, а вот это, мы понимаем, что это несовершенство, это то, то, то. Он говорит, на самом деле надо просто чуть-чуть отойти и насладиться красотой. Вы понимаете, да? Вот этот образ такой вот, ну, иногда надо просто успокоиться, постоять, посмотреть и как бы ощутить, что вот перед тобой, ну, красота, перед тобой Господь. И вот его сердце, его сущность, его направленность к людям, он хочет, он хочет приобрести человека. И вы знаете, я всегда был впечатлен тем, как Бог относится к несчастным людям. И знаете, что по правде говоря, мы все в той или иной мере несчастны. Ну, вот, вы знаете, да, в своем сердце, все мы проходим какой-то этап. У нас бывают вплески счастья, бывают вплески горя. Но вот плеск счастья, смотрите, да? Я не вижу, кто это, это, наверное, Тимофей, да? Он счастливый человек. Аллилуйя. У нас бывают какие-то такие периоды, но Бог, Он, вот, Он проходил все этапы с человеком. Вы помните Иисуса, Ишуа? Он пошел на свадьбу, закончилось вино, он им сделал вина. Много сделал, хорошего вина сделал. Они там три дня, это самое, гульбанили, да, и он... И тут же умирает Лазарь, и написано, что он прослезился. И такое вот, такая атмосфера горя, атмосфера такого вот страдания, эти сестры, которые плачут. И он, и тут же он обращается и говорит, верь, верь, Мария. Она говорит, я верю, что воскреснет мой брат. В воскресенье праведных, он говорит, если ты будешь верить, то все может быть и сейчас. Мы знаем, да, что он говорит, Лазарь, выходи. Это похоже, знаете, как иногда на похоронах люди, они кидаются на гроб, да, мы видим такие скорбные моменты, и говорят, ну вернись же, вернись, эй, ничего не происходит. Он обращается к этому Лазарю и говорит, выходи, выйди вон, отодвиньте, отодвиньте эту могилу, выходи. И он выходит. Друзья, представляете, да, его сердце, его сила, она настолько, ну, чувствительна к человечеству, что этому просто надо учиться. И это, когда вот ты начинаешь об этом размышлять, ты понимаешь, что Бог, Он не где-то далеко, Он здесь со мной, в моей неуютной квартире, в моей тяжелой работе, в моих лишениях, в моих болезнях, везде, как 90-й Псалом говорит, с Ним я в скорби, с Ним я в скорби, долготою днею прославлю Его, избавлю Его, поддержу Его, буду опорой для Него. Друзья, мы часто ощущаем себя брошенными, мы часто ощущаем себя оставленными просто, ну, знаете, как бы, вот так вот. Нету такого. Нету такого. Мы ранены, это правда. И мы все идем к исцелению. Очень часто я вот, когда общаюсь с верующими людьми, там, с нашей общины, с других общин, ты буквально общаешься немного, и ты видишь, перед тобой совершенно раненый человек, истерзанный жизнью, обстоятельствами и всем-всем. И ты понимаешь, что есть Божье сердце. Бог протягивает тебе руку сегодня. Бог твоя опора по-прежнему. Как Он ходил тогда. Он приходит к тебе на свадьбу. Он приходит к тебе на похороны. Он приходит с тобой на работу. Поэтому Писание говорит, что все, что вы делаете, делайте во славу Ему. Делайте вместе с Ним. Как для Него Он разделяет с тобой твою жизнь. Утешитель, Дух Святой, Который приходит. Он приходит не просто так, каким-то облачком или красивым сзади нимбом светится над твоей головой и разгоняет тучки. Абсолютно нет, друзья. Когда мы переживаем тяжести, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда ты молишься на своей подушке, Он молится к Господу. Он обращается к Господу от твоего имени. И делает это намного лучше, чем ты себе представляешь. Потому что Он знает твое сердце. Знает твое будущее, твое призвание, твое прошлое. Он понимает, почему ты так поступил или не поступил. Бог проходит с тобой твою жизнь. Он видит, когда тебя обижают. Он знает, когда тебя обижают. И Он говорит, не переживай. Я возьму в суд свои руки. И если ты смешался, не можешь сказать, сбился с мыслей, не смог оправдаться, не переживай. Он поговорит с этим человеком своими методами. И методы эти совершенные, друзья, в голову нам не приходит, как Он может поговорить. Потому что Он имеет ключи к каждому сердцу. Знаете, что такое ключ к каждому сердцу? Он приходит, открывает и заходит. И невозможно сказать, нет, не пущу. Он приходит в жизни людей. Он придет в жизнь каждого человека и принесет туда нечто. Кому венец, кому суд, кому похвалу, кому порицание. Никто не спрячется от Его руки. Никто не спрячется от Его силы. Бог обращается к страждущим. Бог обращается к нам. И я знаю, что верующие люди – это собрание людей, которые стремятся к совершенству, но не совершенных. Это собрание людей, которые имеют праведность Божью, стоят праведно по отношению к Богу, но растут в святости. Но преображаются изо дня в день, падают, встают, разочаровываются, отходят, приходят, но идут дальше, друзья. К таким людям Он пришел. Это благая весть. В этом суть Евангелия. Раненое, больное человечество получило возможность иметь исцеление, освобождение и жизнь в Господе. Это очень ценно, друзья. Это очень ценно. И вы знаете, Исайя 61 глава с 1-4 стих говорит. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины. И возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Друзья, приход Ишуа принес человечеству исцеление, принес человечеству помазание на исцеление, восстановление. Если твое сердце превратилось в пустыню, если когда-то там было нечто построено доброе, но потом пришел враг и разрушил, послушай, есть благодать, сила и помазание от Господа восстановить. Бог способен поднять с самого низа любого человека. Бог способен тебя изменить. Бог способен преобразовать твою жизнь. Бог способен и хочет. В этом одно из таких важных, вообще, сути, смысла Его прихода. Дух Господа Бога на мне. Есть помазание на елей радости вместо пепла. Есть помазание на новые одежды. Друзья, это слово ободрения для каждого из нас. Бог участвует в нашей жизни. Он стал нашим приберителем. Он стал тем, кто привел нас в присутствие Божье. Бог будет открывать для нас все больше и больше своего утешения, преобразования, обновления и жизни. Что Он сделал? Он взял и примирил. Он примирил нас и Господа. Он взял и соединил наши руки. Раньше это не было возможным. Раньше была большая пропасть, большое расстояние, но Он примирил нас своей жертвой. И написано в Колоссянах, первой главе, 21-22 стиха. И вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Примирение произошло. Начался процесс преобразования. Это преобразование проходит всю нашу жизнь. Наш образ, он меняется, друзья. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но он меняется. Мы преображаемся. И Бог заинтересован в нашем духовном росте. Услышьте это. В этом вообще вот суть Евангелия. Я хочу, чтобы ты рос. Я хочу, чтобы ты был другим. Я хочу, чтобы в твоем сердце были построены правильные Божьи твердыни. На тех местах, где были твердыни сатаны. Я хочу, чтобы елей радости изливался на тебя. Я хочу, чтобы ты снял себя в ретище и одел славную одежду. Я хочу. Бог проходит эту жизнь с нами. И вы знаете, когда Он формирует нас, Он может делать это совершенно разными путями. Иногда это какие-то обстоятельства. Иногда это какие-то люди, которые встречаются, приходят в нашу жизнь, уходят. Иногда это чудеса, которые Он творит. Но в любом случае, Он проявляет свою заботу о нас. И цель этого всего – благословить нас. Он действительно понимает, что происходит в нашей жизни. И евреям 4 глава 13-16 стих говорит. «И нет творения твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Ему. Ему дадим отчет». «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к крестолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Посмотрите, что здесь написано. «У нас есть первосвященник». Кто такой первосвященник? Человек, который входил в присутствие Божье, принося жертву за человечество. И Писание говорит, что этот первосвященник, он уникален тем, что он понимает суть природы и что происходит с сердцем человека. Он может сопереживать человеку. Он не где-то далеко, он здесь рядом. И здесь написано, что имея такого первосвященника, мы можем приступать со смелостью, с дерзновением к престолу благодати. Опираясь на жертву Иисуса, опираясь на то, что Он сделал для нашей жизни, мы можем приступать к престолу благодати. Для чего? Для того, чтобы обрести благодать, чтобы получить милость для благовременной помощи, для помощи, которая нужна сейчас, сегодня. Друзья, вот сейчас ты проходишь тяжелые обстоятельства, у тебя есть возможность приходить к его престолу, у тебя есть смелость, у тебя есть путь приходить и говорить, Боже, помогай, Боже, спасай, Боже, поддержи, Господь, вытяни, помоги, неси меня на руках, не знаю, что хочешь со мной делай. Я прихожу туда, где есть эта помощь. Больше мне идти никуда. И вы знаете, что, друзья, нам нет смысла скрываться от него. Иногда люди так делают, подобно Адаму. Когда мы согрешаем, мы где-то прячемся, знаете, может быть, в свои дела прячемся, пытаемся как-то ему угодить. Может быть, в какие-то дебри, непонятно куда, мы прячемся, заметая под ковер то, что происходит в нашем сердце. Но вы знаете, что? Не наступает исцеление. Потому что исцеление мы можем получить там, у престола благодати. Посмотрите, насколько глупо и неразумно прятаться. Есть Бог, который любит нас, который понимает нас, осознает то, что происходит в нашем сердце. Куда мы спрячемся? Куда я пойду от Него? Где я получу исцеление, если Он один помазан на исцеление? Кто меня исцелит? Где я получу настоящую поддержку, если не у Него? Нет смысла прятаться, нет смысла уходить. Это один из ключевых моментов нашего освобождения, друзья. Переживаешь тяжелые обстоятельства, беги к Богу. Слушай, беги к Богу. Люди говорят, что мне делать? Дайте мне совет. Вот дайте мне совет. Беги к Богу. Я не могу иметь ответы на все обстоятельства. Но я знаю точно место, где тебе помогут. Туда. Там есть выход. Там есть решение. И вы знаете, не всегда, когда мы что-то переживаем тяжелое, сложное в нашей жизни, это действие Божие. Иногда, когда человек переживает тяжести, это не какое-то Божье формирование. Это просто грех. Мы согрешили, мы не бежим к Богу, а мы просто, знаете, прячемся и от этого сами же и страдаем. А потом говорим, ну чего так происходит? Очень просто, друзья. Если болезни не лечить, они становятся хроническими. Если не разбираться с грехами, они становятся хроническими грехами. И поражение, оно становится постоянным и прогрессирующим. Но бывает так, что Бог проводит человека через ряд определенных обстоятельств и вообще не объясняет до конца, что он делает и для чего он делает. И здесь очень важно понимать, где что есть. Важно отличить первое, свой последовательный грех от второго, Божьего действия в нашей жизни. И вы знаете, когда мы смотрим историю Иова, мы можем вспомнить действительно тяжелое потрясение, которое прошел верующий человек. Ужасно тяжелое потрясение. Если бы у нас не было первых двух глав в книге Иова, мы бы вообще дали неправильную оценку, правильно? Представьте, пришел к нам в общину человек, у которого в один день пропал бизнес, умерла вся семья, жена, правда, осталась, от которой страдает он, да? И был всем, а стал никем. Болезни страшные и так далее. Мы бы сразу же отправляли его на энкаунтер. Правда? Да. Ну, не имея духовного развлечения, однозначно, да. И люди, его друзья, которые пришли тогда к Иову, они смотрели и говорили, Иов, ты не можешь быть праведным. Посмотри, с праведными такое не случается. Он говорит, ну, я не знаю, я за собой ничего не знаю. Ну, пускай придет Господь, и мы поговорим с Ним. И мы часто ставим вот такие вот какие-то выводы. Вот случилось что-то в человеке, и мы сразу там говорим, а, это точно, это вот там он там себя повел, он мне там не поздоровался, вот теперь понятно, почему вот такие вот болезни приходят в его жизнь. Болезнь в его жизнь, она могла прийти, потому что раньше он грешил, и сейчас он живет с этой болезнью. Вы понимаете, да? Если человек раньше, например, имел какие-то сложности, предположим, наркозависим был или еще что-то, и где-то так вот случилось, что заболел серьезной болезнью, да, и сейчас пришел к Богу. Мы знаем чудеса, когда Бог исцеляет, но мы знаем также, что бывают моменты, когда Бог и не исцеляет, правда? И человек живет с этой болезнью. Это последствия той жизни. Сейчас он уже принадлежит Богу, но он сражается с этими результатами, которые были. Вы понимаете, да? Так получилось. Но другой момент, когда человек верующий, постоянно, не было ничего такого, что-то проходит. Возможно, Бог лепит его. Возможно, Бог преображает его. Возможно, Бог формирует нечто в нем. Когда ты смотришь историю Ио, ты понимаешь, что в конце Ио совершенно по-новому познает Бога. Совершенно по тому уровню, который он раньше даже не видел. И когда мы переживаем такие тяжелые драмы в нашей жизни, мы можем реагировать совершенно по-разному. Кто-то может озлобиться на Бога, кто-то может обидеться, кто-то может приблизиться к Нему. И вы знаете, источники обид бывают самые разные, но правильный выход по-прежнему лежит в сторону Бога. Как с нами бывает? Что происходит с жизнью человека, когда приходит давление? Что с нами происходит? Вы знаете, первое, что я достаточно часто видел, люди становятся жертвами. Наступает вот такой вот синдром жертвы. Иными словами, тебя ранили, и ты чувствуешь, что ты никому не нужен, что ты просто одинок, тебе больно, противно, и так тебе себя жалко, так же не за что тебя вот это вот наговорили тебе, или что-то там. И ты думаешь, да ну его все, эту общину, эту церковь, этого Бога, это всю жизнь, и так далее, и так далее. И депрессия, да? Ну, по-разному потом. Либо к холодильнику ходишь, либо вообще не ходишь и худеешь, да? Унылый дух, он сушит кости. Сериалы, такая безнадега, безнадега. А потом ты думаешь, а зачем я живу? И думаешь, ну, может быть, я помру, и никто не будет знать. Напьюсь какой-то гадости, и жизнь не изменится, мир будет как жить, так и будет жить. Это роль жертвы. Это роль жертвы. Что следующее бывает, когда человек, наоборот, он переживает какие-то раны, переживает какое-то, знаете, событие, некто его там обидел, и так далее, и так далее. И он говорит, ах так, да я вас всех ненавижу, да я вам всем отомщу, да я сейчас, короче говоря, как стану здесь, да я тебе сделаю подлость, тебе сделаю подлость, тебе, знаете, такая обратная сторона. Это и то, и то раненое сердце. Только две разные позиции. И человек становится по жизни вот таким, знаете, бунтарем, который сражается за малейшую, за малейшую несправедливость, за малейшую, он готов выгрызать просто правду, он выцарапывает глаза, бьется, и пойдет куда угодно, пойдет на любые жертвы, и так далее, и так далее. Друзья, это раненое сердце. Это раненое сердце в поисках какой-то мести, в поисках какого-то такого отомщения. И очень сложно с такими людьми говорить. Они очень активны, они очень такие настойчивы, они не собираются признавать свою неправоту, они не собираются просить прощения, тем более прощать. Друзья, сатана строит свои твердыни. Пришло давление, и сатана строит свои твердыни. Бывает третий тип людей, знаете, с таким синдромом Мессии. Все то же самое. Кто-то их обидел, они пережили эту боль, они начинают бороться с этой болью, потом они понимают, что, ну, ничего, жизнь, она несправедлива, нужно жить дальше. И они начинают быть, знаете, такими вроде как внешне счастливыми людьми. Но их жизнь, она меняется определенным образом. Они ее строят так, чтобы быть, знаете, вот как Мессия, как спаситель. Такой вот синдром Мессии приходит в жизнь человека. Я поеду в Африку, и там буду миссионером, и пускай, пускай меня где-то там убьют, но все узнают, как страдал великий христианин. Понимаете, да? Или там, я просижу полночи, я готов отдать всю кровь донорам, я готов там это, я готов участвовать во всех служениях, я буду делать вот это, вот это, вот это, вот это. Друзья, и это делается не в свободе, это делается так, чтобы показать всем, я нормальный, посмотрите на меня, я нормальный, я сильный, я могу, я знаю как, и так далее, и так далее. На самом деле, человек приходит домой и плачет. Человек приходит домой и понимает, что в центре всего этого процесса не Господь, а в центре этого процесса его рана и его отверженность, его рана и та боль, которую он несет по жизни, и он просто пытается доказать всем, что это не так, что он здоров, силен и крепок. Хорошая новость для нас, друзья, нам не нужно притворяться перед Богом. Мы можем оставлять эти образы, которые были сформированы нами тогда, когда мы прятались от Него. Нам не нужно быть по жизни жертвой, нам не нужно быть по жизни агрессором или мессией. Нам нужно расслабиться в Его руках, друзья. Нам нужно расслабиться. Итак, смотрите, происходит давление на нас, на каждого, но мы либо можем выбирать один путь, который в конечном итоге приведет нас к разочарованию и поражению, либо мы можем выбирать другой путь, приходить к Богу и говорить с Ним о том, что происходит, говорить, что мешает нам, что держит нас, что сдерживает наш духовный рост, наши изменения. И смотрите, как говорит Ио в 23 главе, там фактически вся глава, ну очень, давайте ее прочитаем, очень классно он говорит, отвечал Ио и сказал, еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его. Видите, да? Если бы я знал, где можно его найти, я так страдаю, я бы пришел к престолу его. Я изложил бы перед ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет, пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судей моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой, пусть испытает меня. Выйду, как золото. Нога моя твердо держится стезе его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобное этого много у него. Поэтому я трепещу пред лицем его, размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и вседержитель устрашил меня. «Зачем я уничтожен прежде этой тьмы и он не сокрыл мрака от лица моего?» Друзья, прочитайте потом как-то еще эту главу. Здесь столько много сердца Иова. Он говорит, если бы я только мог приблизиться к нему, я бы с ним поговорил, я бы изложил свое дело, а он бы мне ответил. А мы можем так сделать? Мы можем прийти в присутствие Божие и изложить свое дело? И он отвечает нам. И он не стал отверженным после этой ситуации, он не стал жертвой. О, Боже мой, о, Боже мой, вся книга, она полна поиска Господа. Он не бросился открывать лепрозорий для таких же, как и он, и тех, кто пережил то, что пережил он. И он не стал антагонистом веры в Бога, тем, кто преследует. Он не стал таковым. Он лежал в тех обстоятельствах, лежал в той болезни, которая была, и он искал лица Божьего. Он отчаянно искал лица Божьего. Мы сегодня проходим каждый по-своему что-то. И это время и возможность искать его лица. Это время и возможность пересматривать свою жизнь, размышлять о своей жизни, не ожесточаться против людей, потому что люди, они ранены сами. Вы понимаете, да? Очень часто наши близкие, родные, или просто даже чужие люди, они сами не понимают, что они делают с нашей душой, с нашим сердцем. Иногда мы сами говорим что-то и не понимаем, зачем мы говорим такие глупости и зачем мы обижаем людей. И по большому счету, друзья, не важно, кто тебя обижает. Брат твой или не брат, верующий человек неверующий. Если обижают, так обижают. Если кто-то тебя толкнул, так толчок это есть толчок, вы понимаете, да? И ты решаешь, как ты будешь на это реагировать. Либо ты станешь жертвой, либо ты станешь агрессором, либо ты станешь мессией, и все это приведет тебя к поражению. Либо ты придешь Господу и будешь говорить с Ним об этом. Будешь изливать свое сердце. Будешь искать этого помазания на исцеление, потому что единый Он помазан приносить нам это исцеление. Аминь. Давайте мы помолимся. Святой Господь, в обстоятельствах своей жизни, Господи, мы обращаем свое лицо к Тебе, и Ты знаешь, Боже, кто и что и как проходит сейчас. Ты знаешь, Господь, что есть Боже в нашей жизни. Кто-то поступал несправедливо с нами, кто-то обижал, кто-то, Боже, не слышал нас, Боже, и мы ожесточались или становились жертвами, или, Боже, делали какие-то неправильные вещи. Господь, открой наши глаза на то, чтобы понимать это. Открой наши глаза, чтобы нам увидеть те области, те сферы, где мы приняли неправильное решение, следуя за Тобою, где мы сказали, да, ну, их всех, эту общину, это то, 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 Боже, где мы задвинули Тебя далеко, Боже, дай нам увидеть это, Господь, и не бежать от Твоего лица, не бежать от Твоего присутствия, не бежать от Тебя, Господь, но наоборот, мы хотим принести это ко Христу, мы хотим принести, Боже, наши раны, наши места поражения, Господь, и мы просим о том, чтобы Ты изливал Твое исцеление, чтобы Ты изливал Твое восстановление, чтобы Ты изливал Твою жизнь, Господь, и радость, Боже, чтобы Ты изливал, Боже, благословение, радости на каждого из нас, и это не было поддельным, Боже, не было игрой в веру в Тебя, Господь, но чтобы это было от Духа Твоего, и я молюсь, Боже, чтобы всякое сломленное сердце, оно было исцелено и восстановлено, и я молюсь, чтобы всякая внутренняя клятва, которая не была Твоей, Господь, она была разрушена и приходила свобода, и я молюсь, чтобы пришла свобода от всякого бесовского влияния, которое есть в жизни людей, чтобы всякая ложь, которая сдерживает, заставляет сидеть, не двигаться, молчать, или наоборот, беспрестанно говорить всякую глупость во имя Ишуа, чтобы это было остановлено и пришел мир в сердце, мир в разум, мир в дома во имя Ишуа Мессии. Всякая ярость, всякое раздражение, всякий дух бесовский, который разрушает семьи, да будет остановлено действие, придет покой Божий во имя Ишуа Мессии. да будут восстановлены развалены в сердцах, да будут восстановлены Божии и оживлены пред Твоим лицом. Во имя Ишуа Мессии, во имя Ишуа Мессии, Святой Бог Израилев, да придет Твое восстановление, да придет Твоя жизнь, да придет Твоя благодать и милость Божия. И все, что поверхностное, Господь, да будет оно сметено и придет глубина. Мы обращаем к Тебе лицо, мы обращаем свое лицо к источникам, мы хотим пить от этих источников, мы хотим питаться от этих источников, Святой Божия, Святой Божия, Ты нужен нам больше, чем вчера. Ты нужен нам больше, Господь, в наших жизнях. Ты нужен нам, Господь, мы отчаянно, отчаянно нуждаемся в Тебе. в Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok